Приветствую всех! В этом видео речь пойдет о лечении на курорте гастро-изофагальной рефлюксной болезни или сокращенно ГЭРБ. Среди курортов, представленных на портале санаториумс.ком, лечение данного заболевания будет эффективно на таких курортах, как Карловы Вары, Боржоми, Врнячка Баня, Ессентуки и Железноводск. Основным природным фактором в лечении данного заболевания являются питьевые минеральные воды с преобладанием гидрокарбонатов. Это является объединяющим для всех этих курортов. Сейчас я перечислила основные курорты, которые наиболее часто выбирают для лечения данного заболевания. Самостоятельно вы также можете следить за появлением новых курортов, на которых возможно лечение данного заболевания, потому что число курортов на портале санаториумс.ком все время растет. Давайте поговорим о определении. Что это такое ГЭРБ? Это хроническое воспалительное заболевание, которое связано с повреждением пищевода и смежных органов в результате воспалительного процесса в пищеводе, именно в дистальном отделе, и характерных симптомов, проявляющихся забросом в пищевод желудочного или дудинального содержимого. Выделяют две формы гастроизофагальной рефлюксной болезни, которая является эндоскопически позитивной. Такая форма заболевания может быть приблизительно у 35-30% от всех пациентов, и эндоскопически негативная, когда при исследовании не регистрируется изофагит. Таких пациентов значительно больше, это около 60%. Основными синдромами является синдром желудочной диспепсии, болевой, трофический, воспалительный. Основным в лечении таких пациентов, конечно, является нормализация моторной функции пищевода и секреторной функции желудка. Отправиться на санторно-курортное лечение можно в любое время года. Направляются пациенты как на больниологические, так и на климатобольниологические курорты. Как я уже говорила, основное в лечении это больное лечение, применение питьевых минеральных вод, а также минеральных ванн. Больных гастроэзофагально-рефлюкс на болезни направляют на больную лечебные, климатобольную лечебные, грязелечебные курорты. Приезжать на курорт можно в любое время года, если позволяет течение заболевания. Ну, конечно, есть такие состояния, при которых лечение на курорте противопоказано. Это рефлюкс-эзофагит, который сочетается с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, которая требует оперативного лечения. Торубцовое сужение пищевода, привратника и кишки, которые сопровождаются нарушением проходимости и ахиллазиокардия. Основным в применении физических методов является восстановление баланса вегетативных механизмов регуляции тонуса нижнего сфинктера пищевода и эзофагально-желудочной дисфункции. На что в основном влияют физические методы лечения? Это, конечно, восстановление баланса вегетативных механизмов регуляции тонуса нижнего сфинктера пищевода и эзофагально-желудочной дисфункции. Это купирование болевого синдрома и, конечно, восстановление психоэмоционального состояния пациента. С этой целью применяются такие методики, как транскраниальная электростимуляция, транскраниальная низкочастотная магнитотерапия, лазеротерапия, УВЧ и многие другие методики. Хочется отметить, что питьевое лечение при данной патологии, конечно, возможно в стадии ремиссии. Как мы уже обсуждали, в основном применяются воды с преобладанием гидрокарбонатов, чаще применяются хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые воды. Воды малой и средней минерализации. Все назначение воды, конечно, должно быть строго врачом, потому что зависит это и от кислотообразующей функции желудка, и прием воды должен строго дозироваться. На килограмм массы тела человек приходится от 3 до 3,5 миллиграмм. Поэтому прием воды начинают с небольшого количества, от 70 миллилитров, постепенно увеличивая. Для того, чтобы понимать, как увеличить дозу кратность приема этой воды, нужно знать течение заболевания, потому что у пациентов с выраженными забросами, с выраженной изжогой употребление воды может доходить и до 6 раз в сутки, вне зависимости от приема пищи. Нужно отметить, что для эффективности лечения в условиях курорта, конечно, имеет значение продолжительность такого питьевого курса. Должен он составлять не менее 3 недель. Есть схемы лечения, которые предполагают пребывание пациента на курорте до 6 недель. Среди седативных методик применяются ванны, это хвойные и юдобромные ванны, применяется электросонтерапия, гальванизация воротниковой области по методу Щербака. Есть особенности и в физических нагрузках для таких пациентов. Это тринкуры, дышать во время ходьбы нужным носом. Есть особенности во время такой лечебной ходьбы. Они связаны с дыханием. Делаются вдохи и выдохи на определенное количество шагов по ровной плоскости. Есть особый шаг на возвышение. Требуется обязательно делать перерывы в ходьбе, отдых на 1-3 минуты, вне зависимости от того, устал пациент или не устал. И, конечно, не разговаривать и ни в коем случае не курить во время прогулки. Есть противопоказания и для применения физических упражнений. Конечно, это острые воспалительные заболевания ручно-кишечного тракта. Это полипы желудка, это состояние, такие как ахолазия, кардия, это кровотечение или склонность к кровотечению, а также наличие язвы желудка. И не назначаются физические упражнения тем пациентам, которые имеют индивидуальную непереносимость. В условиях курота имеет значение и лечебное питание, которое тоже применяется. Основным принципом диеттерапии при ГЭРБ являются, конечно, методики приготовления пищи и механизм дробного питания 5-6 раз в сутки. После приема пищи для пациентов с гастроэзофагальной рефлексной болезнью очень важно находиться в удобном положении. Не надо лежать, нужно находиться в сидячем, но не в согнутом удобном положении, и желательно около полутора-двух часов после приема пищи. Также не рекомендуется принимать пищу перед сном. Сам процесс должен быть в течение 20 минут, пациент должен быть сосредоточенным на еде, внимательно, долго пережевывать пищу, это имеет значение. Есть ряд продуктов, которые потенциируют возникновение приступа. К ним относятся жареные, жирные, экстрактивные блюда. Это блюда и воды, соки с низким PH, это апельсиновый, лимонный сок. А также, будьте внимательны, таким пациентам не следует употреблять в пищу мяту. Когда нужно считать, что лечение с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью на курорте прошло успешно? У таких пациентов, конечно, ослабевает частота и выраженность клинической симптоматики. О чем мы говорим? Это, конечно, снижение частоты и продолжительности рефлюксов, значительное уменьшение эндоскопических признаков эзофагита. Конечно, такие улучшения дают возможность отказаться от медикаментозной нагрузки для такого пациента, либо приводит к снижению употребляемых лекарственных препаратов. У таких пациентов, несомненно, улучшается психоэмоциональное состояние. И продолжительность ремиссии более полугода, конечно, говорит о стойком улучшении состояния пациента. Если вы пациент с ГЭР, пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации. Очень важно отказаться от тех продуктов, которые будут индуцировать у вас приступы. Я говорила немного о них раньше. Это журная пища, это алкоголь, шоколад, это газированные напитки, это продукты с низким pH. Обратите внимание, что кратность питания должна быть регулярной, она должна быть частой, небольшими порциями. Очень важно, чтобы последний прием пищи был не менее, чем за 2 часа до сна. Будьте внимательны к себе, обратите внимание, какой вы ведете образ жизни. Если ваша деятельность связана с физическими нагрузками, исключите те, которые направлены на напряжение мышц брюшного пресса. Не совершайте резких наклонов. Если вы носите одежду, она должна быть для вас удобной. Избегайте одежду с тугими ремнями. Что касается тех пациентов, у которых приступы возникают в основном в ночное время, организуйте так спальное место, чтобы головной конец кровати был приподнят приблизительно на 10-15 см, возможно, с помощью подставок. Я надеюсь, что мои рекомендации и то, что я рассказала о возможностях санаторно-курортного лечения, было для вас полезным. Теперь вам будет проще определиться с выбором курорта, вы знаете, какие методики применяются на курорте. Но если все же у вас остались какие-либо вопросы ко мне, конечно, вы можете позвонить, либо связаться по другим каналам связи, которые представлены на портале sanatoriums.com. Я желаю всем хорошего настроения и доброго здоровья!